Ветеранам честь праздника лимузины и льготное зубопротезирование. В канун 9 мая областная власть намерена окружить заботой и вниманием всех участников войны. Этот вопрос обсуждали на совещании в обл. администрации. Регион полным ходом готовится отметить праздник Победы. Идет благоустройство территории, облагораживают памятники, пишется сценарий парада на 9 мая. Но главная задача, которая поставлена перед всеми службами, дойти до каждого ветерана, чтобы никто не остался без внимания. С начала года уже более 20 тысяч ветеранов прошли профосмотры. За счет областного бюджета 154 ветерана получили слуховые аппараты, 38 человек, электрокарды, стимуляторы. И на сегодня эта работа продолжается. В рамках благоустройства проводим следующий этап реконструкции Парка Победы. Открываем спортивные площадки, детские площадки и делаем еще два озера. Для того, чтобы это место стало реальным местом отдыха горожан и местом, где ветераны могут провести свои мероприятия. Арендуйте лимузины, которые есть в Запорожской, в Днепропетровской области. Пусть ветераны проедут в кабриолетах красиво. Я за автобусы вообще не говорю. Если я узнаю, что кто-то в автобус не взял ветерана, 8-го, 9-го, 7-го, 10-го, поверьте, это будет мой личный враг. То, что не все проявляют должного внимания героям войны, показал случай с ветераном Николаем Тихомировым. Больше пяти лет он вместе со своим сыном безуспешно добивался помощи коммунальщиков. Пришлось идти на личный прием к руководителю региона. Когда дело дошло до того, что полностью провалились полы в коридоре и начали проваливаться в кухне, передвигаться по квартире стало вообще невозможно. Как вели себя? Корректно, некорректно? Что спрашивали? Сказал, что вы их не слушаете, они все больные на голову. Поверьте, мы сделаем все в лучшем виде. Еще раз извините вы и принесите мои извинения за всех тех людей, которые доставили вам неприятности своему папе. У меня не может уйти ветеран, тем более которому 90 лет, с нерешенным вопросом. Я позвонил мэру, мэр сказал, реши. Вас никто не взял в сентября месяце 24 квадратных метра. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами, в очередной раз напомнил всем собравшимся Александр Пиклушенко. По его инициативе на внеочередной сессии областного совета намерены рассмотреть вопрос об увеличении финансирования программы льготного зубопротезирования для участников войны. Добавьте минимум полмиллиона на зубопротезирование ветеранов и детей войны. Где хотите полмиллиона гривен дополнительно на то, о чем мы с Иваном Васильевичем договорились. Кроме того, как и в прошлом году в честь праздника Победы, 1200 запорожских ветеранов получат от имени областной власти дополнительную материальную помощь 500 гривен.